друзья всем привет с вами леся пришло время пустых баночек и сегодня мне кажется их не так уж много но хочу о них рассказать поподробнее потому что будет парфюм и декоративка и уход конечно же давайте начнем с парфюма значит закончился у меня вот такой вот аромат от кодали здесь было 10 миллилитров честно говоря не помню как точно позиционирует себя вот это вот парфюмерия от кодали если можно так сказать то ли освежающая вода что-то такое потому что действительно парфюмом назвать это сложно это у меня был аромат с бергамотом действительно он очень приятный и здесь у нас вот такой вот холодненький роликовый аппликатор кстати из него очень хорошо этот парфюм добывался действительно когда он попадал на кожу какой-то к вот свежесть чувствовалось значит что по поводу аромата аромат очень приятный но я его расцениваю вот только как домашний но и из-за его характеристик и свойств по-другому как бы его рассматривать и смысла нет вы его наносите минут 15 и все он у вас улетучивается может быть можно сравнить со спреями от евроше но евроше еще быстрее улетучиваются да здесь какое-то время все-таки держится но это прям вообще совсем совсем чуть-чуть вы можете им обливаться с головы до ног и все равно через 15 минут этого запаха не будет значит конкретно этот аромат он был приятный здесь бергамот и я здесь также чувствовала может быть зеленый чай какие-то травы приятные такие такой в общем травянистый аромат домашний так чисто побаловаться порадовать себя такая вот хотела бы сказать поливашка после душа нет потому что здесь нужно роликом мазюкать что не очень удобно но этот парфюм я получала в подарок за заказ от кадали я его выбрала на пробу было очень интересно считаю достойный объем попробовать узнать что это но честно говоря к покупке я бы не рекомендовала ну и как бы так это особого смысла в нем нету куда его вот так вот поставить все время снимаю в разных локациях не знаю как получится на этот раз далее по поводу декоративки значит тушь высохла достаточно такой вот новый можно сказать пробник от сифара size up так прошу прощения меня тут прервали немножко вот такая вот тушь от сифара size up она высохла но она прекрасная почему она высохла высохла потому что этот пробник не герметичный смотрите то есть он прокручивается все время он не закрывается герметично поэтому тоже достаточно быстро высохла вот такая вот щеточка я не ожидала что мне эта щеточка понравится я более люблю такие знаете узенькие тоненькие но это тушь произвела на меня прям вот вау-эффект прям вот вау-эффект потому что я даже не помню когда и какая тушь давала мне такие шикарные длинные очень очень густые пушистые черные ресницы с драма эффектом очень круто и у меня было еще до этого еще одна миниатюрка я ее подарила и такая знаете думаю блин верните мне на завтра на такая прекрасная тут уж но я шучу конечно но реально тушь нереально крутая с большим удовольствием попользовалась этим пробником и конечно же хочется приобрести полный размер обязательно нужно будет купить вообще вы знаете я марку сифара обожаю далее у меня тени кларанс они супер шикарные они супер прекрасные это оттеночек у меня 103 blue lagoon невероятные тени смотрите какой шикарный васильковый оттенок невероятно сверкающий просто вау смотрите как это красиво но вы скажете ли что не в своем уме как это твои слова разнятся с тем что тени шикарные почему ты их выбрасываешь потому что девочки я их покупала на официальном сайте кларанс в начале года за очень очень маленькую цену то есть была супер супер скидка плюс там еще бесплатная доставка было какие-то миниатюрки в подарок в общем на тысячу я там чуть ли не мини бокс получила потому что я заказывала помимо этих теней не стоили рублей 600 какую-то пенку бесплатная доставка пробники в общем но в чем подвох оказался в том что у них оказался истекающий срок годности этих теней и они до конца лета годны и дальше все а я просроченной косметикой не пользуюсь мне это не интересно и не нужно если мне что-то нужно я куплю повторно без проблем я аллергик у всего есть сроки годности они не от фонаря существуют тот кто этого не придерживается это ваше личное дело ваше личное мнение пожалуйста хоть 10 лет пользуйтесь ваша кожа почему нет вам это решать но я просрочкой не пользуюсь для меня просрочка равняется мусор все я выбрасываю захочу куплю еще свежие не захочу не куплю вот так вот я считаю и особенно это когда ты аллергик ты просто переживаешь на свою жизнь столько аллергии и больше не хочется попасться на чем-то таком элементарном как просроченная косметика и можно было конечно попользоваться пару месяцев еще но это посмотрите какой-то шикарный оттенок но он абсолютно не летний абсолютно я прекрасно понимаю что летом я пользоваться им не буду с конца весны и вот как лето началось я эти тени забросила они для зимы для поздней осени для еще холодной весны но когда тепло солнышко светит такие какие-то легкие настроения у нас все время это тумач да это еще актуально если вы там тусуетесь на вечеринке дискотеке ходите но у май и в моей жизни таких мероприятий не существует просто я прекрасно понимаю что эти летние деньки эти тени просто пролежат у меня потом истечет срок годности поэтому просто чтобы освободить место я их выбрасываю немножко раньше на пару месяцев но тени прекрасные они очень пигментированные очень сияющие очень эффектные потрясающие немножко немножко все-таки когда вы моргаете вот морщинка такая создается вот на складка века немножко вот как бы видно но за счет вот этой текстуры это этого оттенка это не бросается в глаза абсолютно это если только присмотреться такте не держится не осыпаются не смазываются все все с ними шикарно но вот практически просроченные они продавались в официальном интернет-магазине поэтому на данный момент я от них избавляюсь но не исключаю смотрите как это красиво но посмотрите не исключаю что ближе к холодам я куплю этот оттенок также честно говоря я бы хотела купить вот на лето может быть какой-то розовенький вот что такое там у них есть посветлее оттенки но этот он понимаете он совсем не летний он реально зимний такой поэтому приходится выбрасывать тут как бы без вариантов следующее что хочу вам показать это вот такая вот штучка аксессуар или что в общем такая вот бутылочка она была в наборе мне этот набор дарили за какую-то покупку вот эти вот баночки сменные и здесь очень странная вот такая вот штучка дозатор непонятный то есть это не спрей это не знаю что туда можно заливать какой-то крем или что чтобы потому что эта штука она плюется если туда что-то жидкое типа духовка когда я пыталась туда налить и она не выдает нормально она плюется я думаю что какие-то такие плотные текстуры тоника трубочка вообще передавать не будет мне кажется этот флакон вообще ни к чему не применим какой-то нелепый и зачем он не нужен будет занимать хоть какое-то место мне это не надо и еще хочу сказать что я сейчас никуда не езжу но когда ездила я ничего в такие банки не переливала и самостоятельно их никогда не покупала обычно их мне дарили за какие-то покупки то лореале то в подружке и они мне постоянно если потом я их куда-то выбрасываю значит когда я ездила куда-то не проще было на месте купить местные шампуни местные гели пользоваться им чем что-то дома переливать либо же можно просто мини форматы с собой взять зачем заниматься переливанием из банки в банку еще боятся что-то протечет короче непонятный для меня такой знаете вариант в жизни поэтому особо для меня смысла никакого нет и еще такая нелепая такой нелепый дозатор банки еще один декоративный продукт у меня закончился от clorans потрясающий вот такой вот соус праймер в оттенке rose невероятная красота просто нет слов у меня был он уже не выдает девочки ничего что-то что-то выплюнул потому что я его использовала до конца конечно же это вот такой вот может быть на камере не видно но он прям ярко не то что яркий а такой прям открыто розовый жемчужный цвет у него и он не затирает поры нет но он придает холеность личику личико такое знаете холеное личико такое как сияние влажное что ли у него не бойтесь потом все равно вы нанесете тональный крем ничего страшного не будет зато лицо будет более свежее более какой-то ухоженный вид будет после этого праймера зато она немножко сглаживает лицо перед нанесением тонального крема ну как-то так подготавливает и вот этот потрясающий розовый оттенок придает свежесть сразу и даже после того как тональный крем нанесен потом пудра и всякие другие продукты все равно вот какой-то плюс от него есть от этого праймера был старом формате вот в новом формате большой объем 30 миллилитров но у меня он ушел достаточно быстро потому что я им пользовалась практически ежедневно не жалела и обожала так подняла немножко камеру чтобы было видно так вроде бы парфюмерия декоративка все следующие продукты у меня закончится буквально завтра послезавтра поэтому давайте я вам их покажу думаю что больше у меня на этой неделе ничего не закончится поэтому вот снимаю там на денек аппараджи по поводу волос да у меня вот такой вот шампунь это травница видите здесь немножко осталось как раз покажу вам консистенцию оттенок такой светлый зеленый прозрачный это у нас так все равно оба так вот видно значит сила злаков питательный шампунь для тонких и ослабленных волос очень бюджетный приятный такой аромат травянистый хороший очищающий рабочий шампунь что еще могу сказать с удовольствием использовала и все вообще фирма травница как-то мне вызывает симпатию следующий продукт это гель для душа вот такой вот они кстати все в больших объемах по 400 миллилитров такой ведь это же прозрачный сиреневый гель сюда товарищи поставлю будет видно видно значит гель для душа ароматная сирене расслабляет снимает стресс светущее настроение видите там на совсем на донышке немножко осталось завтра использую и уже выкину эти большие банки но будут знать что вам рассказала девочки это просто потрясающий продукт и не побоюсь этого слова он невероятный если вы любитель сирени если вы любите аромат сирени я вам настоятельно рекомендую приобрести этот гель для душа по качеству хорошо очищает тело пенится мы лица ничего после него как не остается неприятного не скользкости ничего такого то есть хороший рабочий гель для душа при этом аромат невероятный это настоящий нежный аромат сирени как будто бы вы вот прям знаете вышли вечерком пройтись по улице и стали возле этого куста и этот куст благоухает очень тонко очень нежно очень по-настоящему потрясающий гель для душа нет ни химозности в них не в гелии не в шампуне а вот какие-то такие натуральные естественные ароматы не гипертрофированные не сильные они такие нежные вот прям натур натур очень-очень-очень вам рекомендую попробовать для волос также использовала я вот такой вот продукт от листа форт шайн спрей это спрей для блеска волос и вы его наносите и вас очень-очень блестящие волосы получается не за счет каких-то блестящих там типа шиммера нет просто вот блеск как в новенькой куклы из коробки если так можно сказать то есть волосы очень блестят они такие прям сияющие но постепенно там вот концу дня этот блеск будет потихоньку уходить но не сразу и здорово этот блеск наносить если вы блогер волосы ваши как-то будут круче смотреться если вы сделать хотите какую-то постановку съемку просто праздник какой-то вот либо просто как я вы хотите у меня кстати так волосы очень блестят плюс я еще бахну этого спрея прям слеплю наверное аж до космоса плюс мой хайлайтер на лице отлепляю всех когда выхожу на улицу но я про него постоянно забываю честно говоря поэтому его на дольше хватает чем могло бы на его много не нужно но у него есть неприятный такой для некоторых аромат он такой знаете мужской ненавязчивый почему-то и мой муж всегда ругался когда я его наносила поэтому скорее всего я его покупать не буду как бы но это больше баловство наверно но вещь прикольная покупала уже то ли третий то ли четвертый раз то есть не понравился самый первый раз попался мне этот спрей в коробочке рифгошь и потом я его уже начала самостоятельно приобретать ну то есть это было давно так следующее что закончилось значит интимка от невея хорошая интимка мне раздражала мыло приятно пахло дозатора не имела так вот так же знаете неприятный неприятной ситуации случилось детской интимкой от бобилайн мы приобретаем с самого рождения ребенка сюда вот попала у нас водичка то есть стояла возле души и прям так попадала вода туда попала и за счет этого как-то поменялась наверное консистенция перестал работать дозатор в общем смотрите осторожно сюда может попасть вода поэтому как бы в следующий раз будем внимательны купим конечно же на замену точно такой же но этот выбрасываем но он на отпуска по нашей причине потому что мы были не аккуратны и последнее это мыло бархатные ручки глубокое увлажнение с компонентами крема с маслом оливы самое простое самое примитивное мыло аромат какой-то невзрачный честно говоря больше покупать не хочется очень оно какое-то скучно но при этом нормальная кремовая руки очищают в общем как-то так это все что хотелось вам показать рассказать я надеюсь что вам было полезно и интересно всем вам большое спасибо за внимание прекрасных выходных всем пока пока